Он написал письмо с вопросами, вопросами, относящимися к Варна-ашраме. Они хотели бы учредить некую ферму по образцу Варна-ашрама, ферму, общину, создать общину. И у них есть вопросы. Они хотели бы вам их задать. Могу ли я прочитать вам эти вопросы? Да. Прежде всего, они хотели бы знать в сообществе такого типа Варна-ашрама речь идёт о Даива-Варна-ашраме. Название должно быть таким — Даива-Варна-ашрама. Что это означает? Это означает, что речь не идёт о телесной преемственности буквально. Есть две линии. Варша и Шрамана. Риши-кула, Шрамана, Санга. Наш гуру Махарадж писал в своих письмах. Риши-кула, есть такое положение, шастра. Телесная преемственность может быть до известной степени признана, если речь идёт о подлинной преемственности. Дева Риши-нарада также описал в Бхагаватам Юдхиштхире природу Варна-ашрама. Речь идёт, с одной стороны, о телесной преемственности, но в исключительных случаях эту телесную преемственность можно отвергнуть. Заключительная шлока такова, говорит Нарада. Если мы увидим, что в браминской линии присутствует Шудра Лакхана, человек такой природы, Шудра, то он должен быть исключён из сословия браминов. А если в среде кшатрия, вайши мы находим признаки, симптомы брамина, то этого человека, представителя этого сословия следует считать брамином, а не кшатрией или вайши. С одной стороны, телесная преемственность, с другой стороны, качество, квалификация, насколько человек культивирует сознание брамана, насколько в нём живёт это сознание, какова его природа. Является ли он теистом? Он может быть теистом, но ему могут быть присущи привычки к шатри. Он может быть склонен сражаться, быть воином, быть администратором, зарабатывать деньги и отдавать всё это силой, ресурсой, служению, вкладывать в служение вайшнавам. Но в то же время его природа — это природа воина, организатора. Но в сердце такого человека живёт теизм, и он связан с вайшнавизмом. И это кшатрия. А люди, которых не интересуют деньги, которые предпочитают бедность, которые безрассудны буквально в этом отношении, и культивируют сознание Брахмана, Параматмы, Кришны, то их следует считать принадлежащими к варне браминов. А те, кто зарабатывают деньги, склонны к этому естественным образом, и в то же время эти люди теистичны, преданы Вишну, Кришне и вайшнавам, их следует признавать в качестве вайши, а люди, которые заняты чёрным трудом, простой работой, скажем, они выполняют функцию дворников, уборщиков или каким-то другим ручным служением. С одной стороны, такая природа, с другой стороны, в их сердцах живёт теизм, и это шудра. Так можно классифицировать людей, разделить их на категории, соответственно, их занятию, и также, соответственно, их теистическому сердцу. И это Варнашурма, Даива Варнашурма, это Даива Варнашурма, с одной стороны. А с другой стороны, Варнашурма, в которой уделяется внимание телесной преемственности. Как господин Коран и сказал, из клетки Наполеона, тела Наполеона, его трупа, я создам другого Наполеона, за исключением его головной боли. Новый Наполеон, за исключением его мигрени. Наполеон, считается, страдал мигренью. Когда он испытывал эти приступы, головной боли, то он лежал без сознания, он лежал бесчувственный. И именно в такое время Веллингтон, английский адмирал Веллингтон, победил его армию и захватил его, захватил Наполеона, арестовал его. Это открытие современных историков. Наполеон был непобедим в то время, когда находился на поле битвы, поскольку он сражался не с помощью оружия, но сражался с помощью своего интеллекта, с генералами. Он сражался не с солдатами, но с интеллектом генералов вражеских армий. То была война дипломатии. Война дипломатии. Он был уникален в этом отношении. Однажды наш Гуру Махарадж, когда он разговаривал с вами, то была последняя беседа с вами в 1977 году. У меня есть запись этого разговора. В конце разговора он сказал вам нечто, относящееся к желанию Шрилы Бхакти Сидданте, Сарасвати Такура, учредить некую Варнашраму. А какой была его идея? То, о чём я говорил, даива Варнашрама. А в практическом смысле Прабхупат это осуществлял. Скажем, Шудра, он давал Шудрам священный шнур. И этому так называемому Шудре давался Адхикар, то есть право или способность поклоняться Божеству, Шалаграму и тому подобное. Когда, имеется в виду, Шилас Сарасвати Такур был доволен природой некоего человека, тем, что этот человек чистый водотеист и преданный Кришне, то он давал этому человеку священный шнур, кому угодно. Он создавал браминов. И была напечатана статья в журнале Гаудья. Люди, которые являются организаторами, администраторами, такие как Кунджа Бабу, Суть Кшатри, а люди, преданные, которые склонны исключительно к изучению священных писаний, к литературной деятельности, это брамины, а люди, которые зарабатывают деньги, грехаски, они получили священный шнур. Им был дан шнур ради служения, миссии. Эти люди, Суть Вайшья, и обслуга в целом, люди, занимающиеся простой работой, Суть Шудры. Одна статья появилась. В Гаудея была опубликована. Даива Варнашрама, так она называлась. Кто её написал? Эта статья появилась во времена нашего гуру Махараджа. Он был её автором? Нет. Она была написана под его руководством. Написал статью Сундаранан Давидья Винода, издатель Гаудея в то время. Даива Варнашрама. Это было в 1936 году, была опубликована эта статья, приблизительно в то время, в последний год его присутствия в этом мире. Но однажды вы сказали, что Шрила Бхакти Сидданта сказал, что мы должны быть готовы подавать мясо или невегетарианскую пищу. Что? Мясо, мясо в общежитии. Он заявил, что обитателям общежития можно подавать мясо. По его словам, гостей Гаудея Миссии можно разместить в общежитии, и можно кормить их невегетарианскими блюдами. Да, да. Так вот, эти люди хотят знать, люди, авторы этого письма. Потому что, сказал он, ради проповеди Кришна-катхи, ради проповеди учения Махапрабху, Вайкунха-вритти, сказал он, Высочайшая группа преданных — Парамахамса, которые не заботятся, которые пренебрегают Варнашрама как таковой, стоят выше этого. И они готовы делать всё, что угодно ради удовлетворения Кришны, не придавая большого значения той или иной системе, включая Варнашраму. Варнашрама на низшей стадии. Люди не в состоянии без остатка посвятить себя служению, грехаски. Некая материальная связь сохраняется в его случае. И для таких людей даны эти сословия, Варна и Ашрама. Но люди, которые полностью отдали себя, для них не существует. Они стоят выше Варнашрамы. Так вот, этот вопрос, вопрос моих знакомых, они спрашивают как раз о таких людях. Люди, которые стремятся проповедовать Кришна-катху, они примут. Они будут принимать всё, что благоприятно этой проповеди, отвергать всё, что неблагоприятно, в каком бы положении человек ни находился. А Варнашрама предназначена для людей, которые по-прежнему испытывают влияние материальных и мирских привязанностей. Так вот, это-то они хотят знать. Они хотели бы создать собственную общину по этому эталону, образцу. Люди, которые не способны полностью отказаться от материального, они могут объединиться в рамках подобной системы. Тогда как люди готовы делать всё, что угодно ради Кришны, эти люди способны делать ради служения Кришны всё, что угодно, это отряд смертников, спецназ. Какой ваш совет, чтобы вы посоветовали этим людям? Они ещё не готовы пожертвовать всем. У них могут быть привязанности к наркотикам, к христианству, наркотике и так далее. Они не готовы отказаться от этого. В особых случаях Ачарья идёт на риск и может дать Харинам человеку, который ещё не отказался от употребления наркотиков. Но не Гайдри, Дикшо. С надеждой, в ожидании того, что очень скоро этот человек откажется от интоксикации. Лишь в особых случаях, исключительных случаях такому человеку можно дать посвящение. В противном случае нет. Обычно, как правило, есть правило, есть запрет на употребление наркотиков, на свободный секс, на воровство. Ты не можешь употреблять наркотики, вести беспорядочную половую жизнь и быть бандитом. Это недопустимо. Высшие варны называются Двиджа. Двиджа? Да, Двиджа. Это означает, что существует посвящение браминов, кшатриев и вайшья. Браминов и вайшья и кшатриев также. Все три представителей этих трёх групп суть Двиджа. Но я не понимаю следующее. Если речь идет о кшатрие, кшатрия дважды рождённый. Он Двиджа. И он получает некий шнур, священный шнур. Так в чём же состоит различие посвящения браминов, кшатриев и вайшья? Есть панчаратрик видье дикша. Такое явление. Дикша по священию бывает трёх типов. Ваидики, паураники и тантрики. В рамках ваидики дикши, когда человек абсолютно достоин, наделён качествами, то его признают, дают ему лицензию, то есть посвящают паураники дикша. Когда он находится в обществе саду, это общество исправляет его, и благодаря этому обществу он достигает соответствующего стандарта, он получает дикшу. Его сначала делают достойным, пригодным, квалифицированным, затем дают дикшу. А тантрики дикша — это низшие тип дикши, точнее, низшая категория людей, люди, которые приняли, признали принцип, но ещё не достигли положения, определённых качеств. Им даются посвящения в надежде на то, что в будущем это произойдёт, качества к ним придут. Ваидике дикша в целом никогда не используется в случае кали-юга браминов. Живущие в кали-югу в целом рассматриваются как люди лишённых качеств, браманических качеств. Поэтому тантрике дикша — речь идёт о человеке, который принял идеал, но находится в низшем положении пока. Однако он искренен в своём стремлении достичь цели, стандарта браманизма. И ему даётся посвящение. Ему говорят «попытайся, пытайся совершать прогресс». Существует дальнейшее деление это прерогатива ачарьи, духовного лидера. Он способен решать, можно ли давать человеку тантрике дикшу, кому какую дикшу давать, с какими людьми, каким образом взаимодействовать. Это решение ачарьи — это его индивидуальный риск — дать лицензию тому или иному человеку. Кому он даст эту лицензию, посвящение, кого он признает? В 10 часов у вас поезд, да? А сейчас 9. Выезжайте отсюда в 9.30, но вы должны принять просадам и так далее. У нас еще есть полчаса. Осталось мало времени, да. Они хотят знать, эти люди, они в их сообществе, в этой общине. они хотят учредить варнашрама общину, но принцип, лежащий в основе, таков, я могу объяснить, как я объяснил, но как это перевести в практическую плоскость, это уже на ваше усмотрение, соответственно, в зависимости от вашей ситуации на месте. они думают, понимаете, они думают, что детей следует обучать определенным образом. скажем, в Америке, на Западе в целом многие люди интересуются боевыми искусствами. Знаете, это искусство или наука войны, сражения. Им нравится сражаться. Если им нравится сражаться, то они к шатрии. Да, но должен ли быть гуру боевых искусств? И в целом на Западе людям нравится и привлекают боевые искусства, астрология, астрология, они любят астрологию. Наркотики их интересуют. Люди склонные к образованию, склонность к образованию это браманическое качество. А тенденция организовывать, управлять это тенденция к шатрии. А тенденция зарабатывать деньги присуща вашим. А тенденция заниматься физическим трудом это тенденция присуща шудрам. Они хотят знать, возможно ли существование общины, где представители этих разных варн живут вместе, люди, которым присуща природа к шатрии, ваще и шудары браминов. Все это должен организовывать вайшнава-гуру. И вайшнава-гуру должен задействовать людей в тех или иных обязанностях, но как насчет их физического местонахождения квартала, отдельный квартал для браминов, для кшатрии, для шуды? Есть исключения из этих правил. Скажем, дрон Ачарья, хотя он был брамином, но он стал изучать воинское искусство, а вишвамитры, хотя и был кшатрием, стал совершать аскезы. Есть исключения из правил. Но как насчет их места жизни, где они будут жить? Незначительное отличие, различие может существовать. Брамин, кшатри, вайшхи, в целом, это одна категория, а шудры, шудры, люди, которые, люди-самскары, которых образ жизни довольно низменные. следует рассматривать конкретно, как необходимо обращаться, что им позволять таким людям в храме, этим людям, которые не проводят различия между тем, что учишь там и не учишь там, остатки, не остатки просадама. Скажем, есть разница между плетением гирлянд и подметанием пола между двумя этими типами служения. Такое служение, как уборка, это служение более низкого типа по сравнению с таким служением, как плетение гирлянд. И должно существовать различие между этими типами служения, соответственно, природе служения. Один человек может поклоняться Божеству, другой может готовить, третий может подметать пол, четвертый может мыть тарелки, но когда речь идет о группе, то необходим лидер, который будет решать, кто станет поклоняться, кто станет подметать пол и так далее. Необходимо градаться, а ее следует соблюдать. Но в вашем сообществе мы не находим этого. Харинам Малу, то есть четки, могут класть на обувь. есть определенные правила предписания в рамках Варнашума, стандарты. Скажем, необходимо мыть руки перед тем, как принимать Прасадом. Кто-то может не соблюдать это правило, но человек, который следует принципам Варнашума, он делает те или иные элементарные иные вещи. Правила чистоты, касающиеся убранства вожеств, приготовления пищи для них и так далее. Или Прасадом учеников не должен смешиваться с Прасадомом Гуру. Когда речь идет о Прасадаме, когда речь идет о разных других явлениях, то, скажем, руки считаются чистыми, ноги считаются нечистыми, потому что ноги соприкасаются с пылью и с грязью. Голова и стопы ноги не рассматриваются как находящиеся на одном уровне и так далее и тому подобное. Существует определенное соображение положения садачара, правильного поведения и соответственно этим правилам возникнет, существует определенная классификация. Скажем, человек принимает пищу, не помыв руки, или не помыв руки, он пытается предложить что-то божеству и так далее и тому подобное. все это предосудительно и все это изъян в поведении преданного, практике преданности. Существует градация и мы должны учредить подобную систему в соответствии с этими правилами и предписаниями, особенно варна-варна-ашраму. Вы вновь вернетесь. Когда вы вернетесь, то я отвечу на дальнейшие вопросы. На этом мы сегодня остановимся. Обрыв записи. Продолжение беседы того же дня. Махарадж. И они также проповедуют. Они говорят, что Шидар Махарадж очень скоро покинет этот мир. Я не думаю, что вы в этом мире находитесь. Начать с того, иногда наш Гуру Махарадж говорил, вы думаете, что мы находимся в Лос-Анджелесе, но в действительности мы находимся в Вайкундхе. Навадвиддам Беспроводной сообщения возможны для нас. Иногда наш Гуру Махарадж говорил, что он будет продолжать жить в своих словах и в своих книгах. да. А иногда он говорил, если я покину этот мир, то ваш дед, говорил он ученикам, позаботится о вас. Но когда он сказал это, то, чего я не понимаю, что дед Шрила Бхакти Сидданта Сарасвати, он тоже покинул этот мир. Так как же он может сказать, если я покину этот мир, то дед позаботится о вас? Будучи невидимым, он поддерживает, даря вдохновение. Это означает, если ушедший дед способен помочь вам, то вы можете ожидать и моей помощи так же. Да. Смысл слов таков. Продолжение следует... Глубина реальности, глубокая концепция реальности, глубоко погрузиться в реальность и найти, открыть ее красоту. Истины. Высочайшей концепцией истины является красота. Все это оригинальные, первозданные концепции. Новый стандарт. Идеальный реализм. Когда будет готова вся книга, она будет содержать глубокую суть. Это будет последовательное, поэтапное изложение всей концепции Гаудия-Вишнавизма. Вам знакомо такое выражение «перст Мидаса»? Чего бы он ни коснулся, все превращалось в золото. Да, царь Мидас. Царь Мидас. Чего бы ни коснулись ваши, имеется в виду Шилла Госвами Махараш, персты, все превращается в золото. В случае Мидаса такая чудодейственная способность вряд ли была благом. Есть другая история о строителе, который упал с вершины здания и захотел, чтобы гравитация исчезла. Если бы это случилось, он не смог бы шагать и тому подобное, как космонавты в космосе за пределами гравитации. Они словно плывут, они не могут там ходить. Подобное случилось с тем джентльменом. Таким образом, мы рождены в определенной среде, благоприятной и здоровой для нас. И если мы захотим чего-то за пределами этой среды, то будет дисгармония. Но мы находимся в состоянии разлада, дисгармонии. Истинная гармония — это дом. Сладостный, сладостный дом. Царство гармонии. Вы перевели последнюю строку, Прямадхама Дева Стотрам, «Я пою славу моему золотому Господу Гавра Сундару». Золотой Господь означает. Из золота, но подразумевается нечто большее, чем золото в расхожем смысле. Красота золота. Мы подразумеваем красоту золота. Да. Золотой значит обладающий ценностью. Золотой значит обладающий ценностью. Речь не идет о металле. Не о металле. Перст нашего Дхиры Кришны Махараджа, Госвами Махараджа, таков, чего бы он ни коснулся. Махапрабху в настроении танца. Да. Да, и мы разместим подпись. Кришна наслаждается вкусом Своей сладости и танцует. Да. Да. Кришна. Последняя глава будет называться «Кришна ищет Кришну». Моя мысль. Это концепция, присутствующая в разговоре Рамананды Роя и Махапрабху. Махарадж комментировал эту тему. То будет последняя глава. Кришна ищет Кришну. Он занят поиском Кришны. И ищет Кришну в духе, в настроении Радхи. Да. Поиск должен осуществляться в настроении преданного. ищущий. Есть разные настроения поиска. Кришну можно искать в настроении Яшоды, в настроении Радхи или Субала, Шридама. Это все разные настроения. Кришну. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова